Доброе утро, дорогие друзья! Всем бодерто, шалом, хеллоу, бонжур из Иерусалима. Продолжаем изучать притчи царя Соломона, Мишли, Тора. Все продолжаем изучать. Занимаем лучшие места перед экранами своих гаджетов, телефонов, компьютеров. Яков Шатадин нас смотрит, отлично. И мы снова погружаемся в мудрость, в великую мудрость, в божественную мудрость. Прямо Тора – это божественная мудрость. Это то знание, которое получено прямо от Создателя мира. Представляете? Не то, что люди выдумали, например, выдумал какой-то человек и говорит, вот я вам сейчас расскажу, как надо жить. А это то, что Создатель мира. Тот, кто мир создал, он сообщил, как надо жить. Это очень интересно. Я сейчас читаю просто одну книгу, и там вот прямо идет такое движение, как бы за духовность без религии. Типа они говорят, можно быть духовным, но без религии. Вот. И прямо… А, отец, все, Марина Швалова, спасибо. Прямо вот заслугу изучения Торы. Он приехал, врачи сказали, ничего у вас нет, все отлично, ну, ушиб, обычный ушиб. И знаете, вот что интересно? Насколько психологическое состояние и мысль первична, а здоровье, а все остальное вторична. Позавчера, перед тем, как ехать, вечером, он уже попрощался со мной, со всей семьей, говорит, все это, у меня гангрены, наверное. И он, значит, очень был прям реально, вот еле разговаривал, все. Потом он утром приехал к врачу, мы помолились, урок Тора, все. Врач говорит, да у вас ушиб просто, все, езжайте домой. И он приехал домой счастливый, вообще все у него прошло, все отлично. То есть психологическое, духовное – это первичное, физическое – это вторичное. И это можно проследить конкретно на себе, на личностном своем вот состоянии, да? Что бывает там хорошее настроение, ты веришь, что все будет хорошо, все, у тебя прям ты чувствуешь себя хорошо. Бывает, что человек прям запутывается в своих мыслях, все плохо, и будет плохо, и было плохо, и сейчас особенно плохо. И ему говорят, так может быть хорошо, не верю, а так, не верю, а так, ничего мне не поможет, не верю. И он себя вот этими своими психологическими петлями запутал и сидит такой, все, я жертва, а кто виноват? Все виноваты, все. То есть человек живет в психологическом своем каком-то кино, такой истории, а дальше весь мир живет в таком же кино. Люди в мире тоже все, каждый верит во что-то, и ситуация в мире двигается в зависимости от того, во что верят люди. Самый простой пример – это когда курсы валют, насколько курсы валют зависят от мышления людей. Например, если люди начинают верить, что доллар, он будет расти, что будут люди делать? Люди будут покупать доллары, образуется дефицит долларов, доллар будет расти. Если люди будут верить, что доллар будет падать, то что они будут делать? Они те доллары, которые у них есть, будут продавать, образуется избыток долларов, доллар будет падать. То есть понятно. Есть такой анекдот, что говорили в объявлении такое в поликлинике, что уважаемые посетители, значит не делитесь пожалуйста своими симптомами друг с другом, не обсуждайте свои симптомы, потому что потом все заходят и начинают у себя чувствовать. Когда один человек другому рассказывает, ты знаешь, я чувствую так, я чувствую плохо, я чувствую это, я чувствую то, второй слушая, он тут же начинает это же самое чувствовать. Понятно? Поэтому то, что сейчас происходит, кстати, вот это СМИ и так далее, я сегодня читал очень интересное мнение, очень интересное мнение врачей, которые говорят, что по факту сейчас уже больных в Европе от 17 до 40 миллионов. Поэтому количество умерших надо считать не от количества обратившихся в больницы, а от количества общего больных, потому что у 25% проходит вирус вообще бессимптомно. И по этому мнению, когда они сделали эти выкладки, оказывается, что смертность от этого вируса, она не превышает смертность от обычного гриппа. Но из-за того, что быстро пошла волна и замеряют только тех, кто уже пришел умирать в больницу, то кажется, что процент очень большой, хотя очень много людей переносят это на ногах и вообще бессимптомно. Хорошо, значит, мы дошли до того, что замыслы праведников, справедливость, а уловки злодеев, обман, и оно все равно разрушится. Это пятый был отрывок. Теперь шестой отрывок. Деврейры шаим эраб дам, упи ешарим яцелем. Значит, слова злодеев, это как засада для кровопролития. То есть, слова злодеев, они в итоге ведут к кровопролитию. Упи, упи ешарим, а род прямых, он куда ведет? Яцелем, он спасает. Он спасает. Кого спасает? Тут можно понять по-разному. Значит, давайте еще раз. Все идет от слов. Человек разговаривает вначале с собой внутри в голове. То есть, он планирует, он себе говорит так, я думаю так, я хочу это, я хочу то, а он такой, а он такой. А вот это мне можно сделать, а это мне нельзя сделать. И вот сидит человек внутри и думает, могу я для достижения своей цели уничтожить кого-то, уничтожить или убить, или посадить в тюрьму, или украсть. Или не могу. И вот сидит человек и думает, есть у меня такое право или нет у меня такого права. Он внутри с собой разговаривает. Разговаривает он внутри себя. И каждый человек живет в неком наборе идей и правил, которые к нему зашли извне от других людей, но которые он внутри или принимает, или не принимает. И даже если человек скажет, я не принимаю никакие правила, то значит он принял точку зрения анархистов, которые не принимают правила. То есть, выдумать новые правила могут только сумасшедшие. В этом мире уже все правила выдуманы. Как говорил царь Соломон в Коэлите, нет ничего нового под солнцем. То есть, все, что человек думает, это он где-то слышал, потом он забыл, что он это слышал, а потом он это пытается выдать, ну не пытается выдать, ему кажется, что это его мысли. Теперь, еще раз, есть мысли. Вот мы в предыдущем отрывке учили махшеводца детей, мысли праведников, да, а не справедливость. То есть, он внутри, он потому праведник, что он принял систему добра и зла и заповедей и правил, которые установил Бог. Поэтому он называется праведник. Теперь, в этом отрывке, в шестом, написано, слова злодеев, они ведут к кровопролитию. Дальше человек, когда он думает, он еще как бы внутри своего мышления варится. Это еще только влияет на него. Только это влияет на него. Теперь, но когда он начинает говорить, это влияет на других людей. То есть, в этом мире весь мир двигается мыслями и словами. Это самое главное в мире мысли и слова. Теперь, когда злодей начинает влиять на других людей, то, в принципе, он потому и называется злодей, что он живет в системе в координат, в которой он отрезал себя от Бога, в которой он сказал, что правила Бога о добре и зле для меня не существуют. А это значит, что я сам выдумываю, в какой момент мне можно сделать что-то, в какой момент мне сделать что-то нельзя. То есть, я сам устанавливаю, говорит злодей, где добро, а где зло. И в момент, когда я сам устанавливаю, где добро, а где зло. Понятное дело, что то, что я хочу, это добро. Если кто-то мне мешает сделать добро то, что я считаю добром, значит это зло. А если это зло, тогда любой злодей, он имеет право по его как бы системе координат сделать по злодею, по его системе координат, все что угодно. Хочется грабить, хочется убить, хочется в тюрьму посадить, хочется наказать там и так далее. Понятно, да? Как нацисты объявили евреев злом, и в этот момент, когда они это сделали, тогда они начали убивать детей, стариков, женщин. Когда приходили грабители такие и просто убивали целыми семьями невинных людей, которые ничего вообще им плохого не сделали. Просто злодеи объявили злом, они как бы убрали Бога. И говорят, а вот теперь я вам расскажу, что такое добро, что такое зло. И они назвали добро злом, и начали это уничтожать, а свои действия назвали добром, и даже за это давали там награды. Кто больше убил людей, он чемпион, молодец. Но это же страшно. Теперь, значит, слова злодеев, то есть любое влияние злодея на мир, надо понимать, что если он злодей, то есть его система координат, это не система координат божественная, он злодей. А это значит, что его слова в любом случае приведут к кровопролитию. И когда мы понимаем, что, например, вот власть там и так далее, это все люди, которые стоят перед страшным выбором. То есть все люди, которые на вершине вот этой пирамиды власти, особенно в странах, которые воюют, которые, то есть они сейчас, у них руки вот так вот, у всех крови. То есть, и это страшно, когда люди стремятся стать президентом, а потом выходит, что этот президент должен подписывать смертные приговоры, начало военных действий и так далее. То есть, когда он заходит на вот эту вершину власти, то у него происходит совершенно изменение, трансформация мышления. Теперь еще раз, а мы простые люди, мы знаем, что слова злодеев, то есть если человек живет в системе координат без Бога, они ведут кровопролитие. По-любому. Упи и шарим я целим. Род прямых он спасает. Кого он спасает? Прежде всего он спасает окружающих. Потому что сам прямой, он потому и называется прямой, потому что он, потому что он, ну прямой это тот, у кого внутри все идет по системе. Есть такие люди, прямой это даже большая ступень, чем праведник. Праведник это тот, который борется со своими плохими мыслями и выбирает добро. А прямой это тот, кому даже выбирать не надо. У него внутри все прямо, как вот он живет, как будто бы он вот просто проявляет Богу, волю Бога. Это называется прямой. И его слова спасают окружающих. То есть, очень важно, очень важно найти в своем окружении вот этих прямых людей, праведников, прямых людей. Потому что с тем поведешься, от того и наберешься. И большинство людей, вот мир, 99% людей ведомые. То есть, они с детства ведомые. Их с детства дрессировали просто с момента рождения. Ты будешь делать то, что тебе скажут авторитеты. Ты будешь делать то, что тебе скажет общество. Ты будешь жить так, как живут все. И вот так 99% людей надрессированы. А дальше они ориентируются все время на авторитетов. На тех, кого общество выставляет авторитетами. Если общество выставляет авторитетами злодеев, то тогда весь народ идет в сторону зла. И потом получают раздачу вся страна. Как Германия получила раздачу со своими 50 или 40 миллионов убитых. Это была цена за то, что на власть вышел сумасшедший бандит. И общество пошло за ним. И потом, я не помню сколько, но около 40-50 миллионов немцев было убито во Второй мировой войне. Точно так же любое общество. Вот на сегодня, например, в Израиле вся страна сидит в карантине. Вся страна. Почему? Потому что вышли на улицы и говорят, а мы хотим по субботам ездить. Нас не вот Бог сказал не ездить, а мы будем ездить. А Бог говорит, нет, вы не будете ездить, вы даже из дома не выйдете в будние дни теперь. Вы хотите на Песах улетать куда-то за границу и кушать хлеб. Не будет такого. То есть такого не будет. И когда, но люди обычные, они идут всегда за лидерами. Люди обычные идут за лидерами. Я помню, когда учился в Ешиве, у меня был очень большой спор с одним там другим парнем, который учился. Кто же все-таки ответственный? Лидеры, которые ведут народ. Или народ, который идет за лидерами. Ведь если на человеке нет ответственности, за кем он идет, ну все ведомые, за что его наказывают. То есть значит у каждого все-таки есть ответственность за то, куда он идет. А вторая точка зрения, что все-таки нет ответственности. Раз людей так воспитали, что они идут за лидерами, значит на лидерах ответственность. Я не помню, какую точку зрения я отстаивал, потому что здесь неоднозначно все. Но есть вот две разных точки зрения. Кто ответственнее? Нас привыкли считать, что ответственные лидеры. И мы идем за лидерами, за авторитетами. Но по факту каждый же человек, он должен отвечать за себя, и он должен для себя задать вопрос. А затем из лидеров я иду. Всегда же есть выбор. Идти за праведником, идти за злодеем. Идти смотреть там фильм какой-нибудь, или сериал, или взять, поучить Тору, почитать какую-то книгу. Всегда есть возможность у человека выбирать. И эта свобода выбора, это является основным фактором вообще, что делает человека человеком. Хорошо. Значит, седьмой отрывок. Но мы должны знать, царь Саламон нас предупреждает, и тот, кто это услышит, он все равно задумается когда-нибудь. Он говорит, афох решаем военам. Он говорит, свергнуты будут злодеи, и нету их. То есть они исчезнут. Злодей, он живет в иллюзорной системе координат, которая не прикреплена к Богу. То есть он прикреплен только к своему желанию, к своему я хочу, к своим выдумкам и иллюзиям. Это не настоящее. Поэтому, говорит царь Саламон в седьмом отрывке, афох решаем, перевернуться злодеи военам, и нету их. Убейт садитим ямут. А дом праведников, он будет стоять вечно, как мы уже учили, праведник корнями, он укоренен в небо, его корень он в небе, в своей душе. И это навечно. То есть садик, он будет существовать, его мысль, его идея, его самоопределение, его сущность, так как она прикреплена к вечному Богу, то она будет существовать вечно. Все, мы это должны знать. Поэтому, кто уходит в мир иллюзию, он должен знать, что он уходит в никуда. И последний восьмой отрывок сегодня, он звучит так. По разуму его, по сехелю его, по интеллекту его, иллюзию будет прославляемый человек. В нааве, нааве лев, тот, кто развращенным сердцем, но нааве это блуждающий такой сердцем, и е лябус, он будет презрен. Лябус это, ну, лебазбес, это как бы он разбазарится, он базар, лебазбес, тот же корень. То есть, еще раз, в восьмой отрывок звучит так. Леви сихло по интеллекту своему, по своим мыслям, по системе своей, своей координат, по которой мыслит человек, иллюзию будет прославляемый человек. В нааве лев, тот, который отпускает свое сердце, и у которого сердце, его мышление разболтанное, раскрыстанное, разбазаренное, он, и е лябус, он будет тоже разбазарен, то есть презрен. Лябус это презрен. То есть, еще раз, у каждого из нас главная машина, главная часть человека, в которой он живет, это его интеллект. И интеллект, он работает по определенным абсолютно законам, то есть в тебя входит какая-то информация, ты, эту информацию, она вся на службе твоего запроса, твоего намерения. То есть, все, что ты знаешь, все это отвечает постоянно на какие-то запросы, а что ты хочешь. И когда у тебя есть твое намерение, куда ты двигаешься, ты двигаешься к Богу, ты хочешь развиваться, ты хочешь духовно расти, ты хочешь делать добро, или ты хочешь отдыхать, ты хочешь развлекаться, ты хочешь просто валяться, лениться и так далее. Это все запросы. И твое мышление, это как компьютер, который тебе выдает, когда ты вводишь в Гугле в строку, что ты хочешь, запрос, то Гугл тебе выдает варианты, варианты, и ты должен опять же выбрать из этих вариантов. Теперь по своему интеллекту, по тому, как ты мыслишь, будет прославляем человек. Если ты живешь по Торе, если у тебя в мыслях Тора, заповеди и как действовать, и твой запрос самое главное, куда ты идешь, это главный вопрос человека. Ты куда идешь? Ты идешь к Богу, ты идешь развлекаться, ты идешь делать добро, ты хочешь сделать кому-то добро, или ты хочешь, чтобы тебе сделали добро, ты, ну и так далее. То есть каждый человек, он живет по своему интеллекту, и он будет прославляем по своему интеллекту. Тот, у кого сердце разболтано, кто живет в реактивном режиме, кто живет не управляет собой, куда его поведет, и особенно сейчас с помощью интернета, то есть человека ведут просто как барана какого-то. То есть ты заходишь на любой там сайт, на любой фильм, полностью вычислено твое поведение, тебя конкретно как барана, тебя цепляют, как только ты проявил к чему-то интерес, тебе это же самое начинают показывать, тебя догоняют. Ты только сказал слово, тебе показывают ту штуку, которую хотят тебе продать. То есть вся вот эта система, она человека разбалтывает, делает его безвольным, с помощью страха делает его вообще покорным любому внешнему влиянию. И дальше, какой бы будет конец, вы на вы, либо тот, кто отпускает свое сердце и не управляет своим вниманием, еле бус, он будет презрен. Все, дорогие друзья, у нас есть у всех выбор, мы люди, у нас есть свобода выбора. И в каком направлении двигаться, и куда свое внимание класть, и на что обращать внимание. И есть выбор, есть выбор, хотя сейчас уже выбора все меньше и меньше, потому что люди превращаются в придатков своих телефонов, компьютеров. Люди превращаются просто в некую запрограммированную модель, которую ведут те, кто умеет пользоваться искусственным интеллектом, ведут их по каким-то своим программам. Но у нас есть возможность все-таки зацепиться своей мыслью, намерением и силой за Бога. И с помощью управления своим интеллектом и, как сказать, программированием, можно тоже сказать, потому что любое изучение чего-то, это и есть программирование. Так вот, с помощью специального программирования себя правильными, божественными идеями, есть возможность быть человеком и вынырнуть из этого болота и присоединиться ко Всевышнему. Все, всем прекрасного, хорошего дня, здоровья, духовного, прежде всего, и физического. Все, удачи, успехов, всем хорошего дня.